Это второй эпизод большого рассказа об американском истребителе F-35. Здесь мы подробно говорим о нашумевшем военном проекте и рассматриваем его с точки зрения каждой из трёх модификаций самолёта. Напомним, что в первой серии была небольшая вводная часть о причинах медийной популярности F-35, а весь остальной объём заняла подробная история появления этого проекта. Причём рассказывалась она преимущественно с позиции только одной модификации истребителя, той, которая обладает возможностью короткого взлёта и вертикальной посадки. В серийном исполнении она получила обозначение F-35B. С одной стороны, было бы логично рассматривать все три модификации ABC в алфавитном порядке, тем более во многих источниках F-35A преподносится как базовая версия истребителя, что, впрочем, не совсем корректно. Но с другой стороны, вариант самолёта с вертикальной посадкой сыграл в этой программе во многом определяющую роль, и потому большой рассказ начался именно с неё. Заглянем в историю и припомним, как развивались основные события. В начале 80-х годов прошлого века Министерство обороны Соединённых Штатов и Великобритании организовали совместный проект. Его главной целью была разработка концепта перспективного истребителя короткого взлёта и вертикальной посадки, который мог бы летать на сверхзвуковой скорости. Он должен был прийти на смену дозвуковому самолёту «Харьер». Исследовательские работы по этому проекту велись без особой спешки. Обновлённые версии «Харьера» закрывали все потребности военных на ближайшие два десятилетия. Но в начале 90-х годов в один момент не стало главного геополитического соперника Запада – Советского Союза. Окончание Холодной войны закономерно привело к резкому уменьшению расходов на оборону, и ведущие авиационные проекты того времени – Б-2 и Ф-22 – пострадали одними из первых. Закупка этих самолётов сократилась в разы. На таком неблагоприятном фоне в Пентагоне стали раздумывать над тем, как двигать дальше новые разработки. Ситуация по перспективному истребителю короткого взлёта и вертикальной посадки с каждым годом становилась всё более критичной. Уже к 20-м годам основной парк самолётов Харьер выработает свой ресурс, а те, что останутся, будут иметь сравнительно скромные боевые возможности. Корпусу морской пехоты и Королевскому флоту требовалась совершенно новая машина, работу над созданием которой нужно начинать как можно скорее. Компромиссное решение было найдено в середине 90-х годов. Множество проектов по разработке ударных самолётов для разных видов войск объединили в одну программу. Она получила название «Join Strike Fighter». В Пентагоне выбрали главных подрядчиков – компании Boeing и Lockheed Martin и поручили им построить по два опытных самолёта. Большая программа лётных испытаний с их участием стартовала осенью 2000 года и проходила в три этапа. На первом возможности самолётов оценивали военно-воздушные силы, на втором этапе – военно-морские, а на третьем – корпус морской пехоты и представители британского флота, для которых каждый участник построил модификацию с возможностью короткого взлёта и вертикальной посадки. Конкурирующие самолёты отличались не только аэродинамической компоновкой, но ещё и устройством силовой установки. Компания Boeing на своём X-32B реализовала схему с единым подъёмно-маршевым двигателем, где вертикальную тягу создавали два поворотных сопла, размещенных в районе центра тяжести самолёта. X-35B, созданный в Lockheed Martin, имел более сложную силовую установку, в составе которой имелся подъёмный вентилятор и поворотное регулируемое сопло. Результаты испытаний обоих прототипов на финальном этапе проекта, вероятно, внесли решающий вклад в определение победителя. На фоне возникших проблем у Boeing'а самолёт X-35B показал себя с лучшей стороны и развеял последние сомнения скептиков по части выбора компоновки силовой установки. Осенью 2001 года в Пентагоне на специальной пресс-конференции подвели итоги программы Joint Strike Fighter. Компания Lockheed Martin была объявлена победителем в споре за потенциально крупнейший авиационный контракт века. Пройдёт долгих 14 лет, прежде чем Корпус морской пехоты официально объявит о принятии на вооружение истребителя F-35B. Произошло это летом 2015-го, а остальные две модификации достигнут первоначальной боевой готовности в течение следующих нескольких лет. За эти полтора-два десятилетия проект F-35 приобрёл скандальную репутацию. Серьёзные задержки в проектировании и производстве, а затем и та самая знаменитая «тысяча проблем» сложили в головах обывателей и даже многих военных чинов впечатление, что в Lockheed Martin построили неудачный и очень проблемный истребитель. Череда лётных происшествий, начавшиеся в 2018 году, а также различные мифы, на вроде разваливающихся самолётов на сверхзвуковой скорости только укрепили это мнение. Однако, несмотря на все трудности, программа F-35 продолжает своё развитие. Совсем скоро, уже буквально через несколько месяцев, количество выпущенных самолётов перевалит за одну тысячу, а темпы производства постепенно возвращаются на допандемийный уровень. Компания Lockheed Martin планирует построить ещё как минимум две тысячи самолётов, и некоторую долю из них займёт модификация с коротким взлётом и вертикальной посадкой. Ещё на самом старте программы для Соединённых Штатов и Великобритании планировали построить в общей сложности около 500 таких истребителей. Постепенно эта сумма несколько уменьшилась, но в то же время появились новые и весьма неожиданные страны-заказчики. Об уникальных особенностях F-35B на фоне других модификаций истребителя рассказываем на канале Авиасмотр. А для начала необходимо отметить, что версия F-35B могла и вовсе исчезнуть из программы. По-настоящему реальная угроза возникла во второй половине 2010-го, то есть всего через два года с момента первого полёта опытного образца. Он состоялся 11 июня 2008 года. В момент, когда лётно-испытательная программа была в самой активной фазе, пришло известие о том, что Великобритания решила полностью отказаться от закупки всей партии из 138 истребителей F-35B и вместо них закажет палубный вариант F-35C или вовсе выйдет из этого проекта и выберет FA-18 Super Hornet. Такой манёвр объяснялся сокращением оборонного бюджета Великобритании и желанием сэкономить до 15 миллиардов долларов. Прошло около двух месяцев и появилась вторая новость. Президентская комиссия ищет возможность сократить финансирование Министерства обороны Соединённых Штатов сразу на 100 миллиардов долларов. И среди более чем полсотни рекомендаций имеется пункт, в котором предлагается полностью отменить разработку и производство модификации F-35B. Среди причин такого решения указывались технические проблемы, перерасход бюджета и срывы установленных сроков. По подсчётам комиссии отмена F-35B позволила бы сэкономить более 20 миллиардов долларов уже в ближайшие 2-3 года и ускорить разработку двух остальных версий. В результате оборонный бюджет Соединённых Штатов существенно урезали, но на проекте F-35 это никак не отразилось. А Великобритания вскоре заявила, что всё же не будет отказываться от истребителей с коротким взлётом и вертикальной посадкой, но, вероятно, сократит количество закупаемых самолётов. К тому же полная отмена заказа нанесла бы довольно ощутимый удар по британской компании Rolls-Royce, которая спроектировала и поставляет ключевой компонент F-35B, подъёмную систему. Она получила собственное название Rolls-Royce Lift System. Со времён опытного X-35B она претерпела некоторые изменения, но общая структура и принцип работы остались прежними. Ядром силовой установки истребителя является турбореактивный двухконтурный двигатель Pratt & Whitney F-135. В обычном полёте при использовании форсажной камеры он развивает тягу 18,5 тонн, а когда приходит время вертикальных режимов, то при помощи него подъёмная система суммарно генерирует практически столько же – 18 тонн с небольшим. При помощи соединительного вала двигатель приводит во вращение вентилятор, который размещен в отдельном отсеке сразу за кабиной лётчика. В подъёмной системе он создаёт наивысшую тягу – чуть больше 9 тонн. Подробной схемой устройства этого узла компания Rolls-Royce, вероятно, по причинам секретности не делится, но упоминает о том, что вентилятор состоит из двух ступеней противоположного вращения диаметром 127 см, который изготовлен из титановых сплавов с применением технологии полых лопаток. Чтобы создать при его помощи необходимые 9 тонн тяги, турбореактивный двигатель обеспечивает мощность на валу 29 тысяч лошадиных сил. Второй важнейший компонент подъёмной системы – это поворотное трёхсекционное сопло, способное отклоняться вниз на угол 95 градусов. На вертикальных режимах оно обеспечивает до 8,2 тонн реактивной тяги. Ещё около 900 кг тяги суммарно создают два сопла, размещенных в консолях крыла. Воздух для них отбирается от компрессора двигателя. Эти небольшие сопла обеспечивают управление и стабилизацию самолёта по крену. За разворот относительно вертикальной оси, то есть рысканье, отвечает оси симметричное сопло двигателя. Для этого оно отклоняется вправо или влево на небольшой угол. Также оно отвечает и за движение самолёта вперёд и назад, но делает это только в паре с соплом подъёмного вентилятора, которое может менять вектор тяги при помощи поворотных дефлекторов. Подъёмная система такой конструкции имеет определённый набор преимуществ. Прежде всего она создаёт относительно высокую тягу, которой достаточно и для вертикального взлёта. Масса пустого F-35B около 14,5 тонн, а подъёмная система создаёт 18 тонн тяги. Но в таком случае много топлива и полезной нагрузки на самолёт не загрузить, и потому на практике взлёт выполняется с небольшим разбегом 150-200 метров. Подъёмный вентилятор надёжен и довольно прост в управлении. Он отбрасывает относительно холодный воздух, а это значит намного меньше риск возникновения пампажа двигателя и незначительное воздействие на взлётно-посадочную полосу. Но с другой стороны в системе есть поворотное сопло, которое в отклонённом вниз положении находится довольно близко к земле. И на режиме максимальной тяги оттуда каждую секунду выбрасывается более 130 килограмм газа со скоростью около 340 метров в секунду, нагретого до температуры 900 градусов. Таким образом, F-35B может применяться только со специально подготовленных площадок с прочным жиростойким покрытием, что заметно отражается на его тактических возможностях. Ещё один немаловажный аспект – экономический. Сложная подъёмная система очень существенно влияет на итоговую стоимость самолёта. Судя по открытым данным, полный комплект лифт-систем обходился заказчику как минимум в 15 миллионов долларов, а на более ранних этапах – в 22 миллиона. И потому модификация B самая дорогая в линейке F-35. Стоимость одного самолёта в закупочной партии 2020 года – 101,3 миллиона долларов. Модификация C для военно-морских сил дешевле на 8%, F-35A на внушительные 30%. Разумеется, наличие подъёмной системы напрямую повлияло ещё и на лётно-технические характеристики. По некоторым важным параметрам F-35B прилично уступает остальным двум вариантам. Но такова присущая особенность всех самолётов с возможностью короткого взлёта и вертикальной посадки. Элементы подъёмной системы занимают значительные внутренние объёмы, которые в других модификациях используются для хранения топлива. Отсюда приличное отставание в боевом радиусе действия – 830 км против 1100. Также подъёмная система оказывает определённое влияние на прочностные и манёвренные характеристики самолёта. Максимальная перегрузка ограничена 7G, а форсажная тяга на тонну меньше, чем у других модификаций. Разница ощутимая, но, например, истребитель палубного базирования FA-18 Super Hornet обладает схожими данными по боевому радиусу действия, максимальной перегрузке, удельной нагрузке на крыло и тяговооружённости. И насколько можно судить, военных моряков он полностью устраивает. При этом F-35B выгодно отличается наличием внутренних отсеков для вооружения. Но и тут имеется весьма существенный нюанс. Дело в том, что в сравнении с двумя другими модификациями они обладают меньшим объёмом и короче примерно на 35 см, сказалось наличие подъёмного вентилятора. Штатные ракеты воздух-воздух средней дальности АИМ-120МРМ остались на месте, но применяемый калибр боеприпасов для работы по земле уменьшился в два раза с одной тонны до 500 кг. Любопытно, что во время вертикальной посадки створки отсеков для вооружения открыты, чтобы не допустить перегрева боеприпасов и компонентов бортового оборудования. Также на борту F-35B нет встроенной пушки, и вовсе не потому, что ей не нашлось места. Ввиду низкого приоритета использования, по аналогии с Харриером её оформили в виде подвесного подфюзеляжного контейнера с боезапасом на 220 снарядов. По показателю максимальной полезной нагрузки F-35B немного уступает двум другим модификациям — 6,8 тонн против в 8 с небольшим. Но это не имеет принципиального значения. С такой нагрузкой самолёт вертикально сесть не сможет. Попросту не хватит избытка тяги. Придётся сбрасывать нагрузку с внешних подвесок или искать обычную взлётно-посадочную полосу. Да, впрочем, F-35B совсем и не претендует на роль бомбовоза. В составе корпуса морской пехоты этим могут заниматься F-35C или F-18. Его типичные сценарии использования предполагают применение высокоточных вооружений из внутренних отсеков, используя при этом два самых важных преимущества — малозаметность и широкие возможности комплекса бортового радиоэлектронного оборудования. Вообще нужно признать, что модификации короткого взлёта и вертикальной посадки очень повезло стать частью проекта Joint Strike Fighter, который затем привёл к появлению F-35. Можно абсолютно смело утверждать, что, будучи в отдельном независимом проекте, такой самолёт имел весьма скромные шансы на появление, но даже если бы и появился, то совершенно точно не имел всего того, что реализовано и установлено на истребителях F-35, иначе его стоимость была бы просто неподъёмной ввиду относительно малой серии. Во многом благодаря тому, что F-35 с каждой новой выпускаемой партией прилично дешевеет, интерес к этому самолёту стали проявлять и другие страны. Италия здесь особняком. Она давно заказала 30 таких самолётов и более того, собирает их на собственном предприятии. На текущий момент там сделали шесть бортов. А буквально несколько лет назад к этому клубу присоединились Япония, Южная Корея и Сингапур. В общей сложности они заказали 74 истребителя F-35B, и поставки начнутся уже в следующем году. В потенциальных кандидатах, несмотря на недавний отказ от приобретения солидной партии F-35, всё ещё остаётся Испания, которая нуждается в замене штурмовиков «Харриер». Что касается надёжности, то в этом аспекте F-35B слегка удивил. Будучи самым сложноустроенным самолётом из линейки, он ожидаемо первым открыл список лётных потерь. Но произошло это спустя целых 10 лет после первого испытательного полёта. Показатель просто невиданный, особенно для вертикально взлетающих самолётов. Примечательно, что к тому моменту весь парк F-35 налетал более 200 тысяч часов. На сегодняшний день потеряно уже 4 истребителя модификации B, и пара инцидентов даже попала на видео. А однажды этим самолётом и вовсе ограничили полёты на сверхзвуковой скорости. Но это уже совсем другая история. До встречи в следующем эпизоде! Субтитры создавал DimaTorzok